Всем привет и огромное спасибо за ваши теплые и позитивные комментарии к предыдущему видео. Сегодняшнее видео из Омотэсандо. Это известная большая широкая улица с магазинами. Погода, как вы видите, у нас изменилась, светит солнце, жарко, даже очень жарко было сегодня днем. Большинство магазинов одежды открываются в Токио в 11-12. Сейчас в кадре было 11 утра и девушки с большими сумками, скорее всего, продавцы-консультанты. Пока стояло... Мимо меня прошли две такие группы с тюками, возможно, переносили товар со склада в магазин. На девушках уже прямо осенняя цветовая гамма. Несмотря на то, что лето продолжается, уже почему-то хочется приодеться в осенние. Так что сегодня покажу немножко осенней коллекции. Говорила, что заходить в магазин и боюсь, но в магазине никого не было, и я пошла. А пока мы на пути в магазин, покажу, во что сегодня были одеты токийцы. Классный стиль на лето и подойдет не только японкам. Единственное, что мне все время хочется добавить к таким образом, это ремень. А так все просто и стильно. На эту улицу сегодня я добиралась на велосипеде. И попала сюда со стороны люксовых магазинов Диора Шанель. И первая идея, которая посетила меня, было сделать витринное видео. На улице много люксовых витрин, и есть на что посмотреть. Ведь обычно на первый план выставляются основные тренды. Это витрина Дельво, бельгийский бренд сумок с двухсотлетней историей. Сумки, конечно, очень хорошие и очень дорогие. Это стоит 4300 евро. Но кожа у этих сумок просто изумительная. Это уже размером побольше будет стоить дороже. Но лично я, когда разглядываю витрины, мне цена не важна. Мне просто интересно, что там представлено. В каком цвете, как выглядит сумка, какого размера. Витрины всегда помогают сориентироваться по основным трендам. У этой модели фурнитура в цвет. У белой – белая пряжка, у черной – черная. Эта же модель есть совершенно с разной фурнитурой. У черной может быть белая пряжка, серебряная, золотая. И каждый раз сумка смотрится по-разному. Эта модель уже попроще. Стоит подешевле 1500-1600 евро. А дальше, к сожалению, с витринами у меня не очень пошло. Было яркое солнце. И на всех витринах была только я. Сделала несколько попыток. Покрутилась, повертелась. Но не получилось. Солнце было очень яркое. Поэтому красивые витрины, к сожалению, будут в следующий раз. Когда я приду сюда в другое время суток. Мне нужно, чтобы улица была в тени. Но сегодня подметила главный тренд начала осени – это лоферы. В Японии, кстати, даже и без западных трендов, эта обувь всегда очень популярна осенью. А здесь я обратила внимание на бархатную сумочку. А еще очень красиво смотрится бижутерия, которая перекликается с фурнитурой сумки, которую вы носите в руках. А классическая сумка и жемчуг с золотом – вообще сочетание идеальное. И у Dior тоже были лоферы. Конечно, пока я видела немного. Но то, что заметила, что у многих лоферов, актуальных в этом сезоне, подошва толстая, массивная. А вот так выглядят японские молодые мамы. Последнее время, конечно, не так, но раньше днем в больших магазинах, в универмагах всегда было много таких мамочек с колясками. Когда наши дети были маленькими, я по нашей традиции всегда два раза в день выходила с ними на прогулку и колесила по улице. Но у японских мамочек такой традиции и привычки нет. По крайней мере, я не замечала, чтобы по парку ходили мамы в течение двух часов, просто колесили кругами и выгуливали младенцев в коляске. Сама именно так я и делала. Здесь такого я не замечала. Возможно, что-то уже изменилось. Дети подросли, прошло много времени. Может быть, сейчас в парках и ходят мамы, просто так выгуливают малышей. Но раньше для них было достаточно пойти с ребенком в магазин, взяла с собой колясочку, купила продуктов или просто сама погуляла по магазину и развеялась, пока ребенок спит. Девушка прошла с металлическим чемоданом, и я поймала себя на мысли, что теперь и я каждый раз интересуюсь, что же там за бренд. Максимально изучила кадры. Точно могу сказать, что это пластик, просто цвет алюминиевый. И думаю, что это китайский бренд, коих в Японии очень много. Цена такого чемодана не больше 100 долларов. Как я уже говорила в начале видео, стритстайла будет немного, потому что сегодня я зайду в магазин. В магазинах до сих пор продается лето, и продолжаются скидки 50-60%. Но это обычно небольшие отдельные вешалки. Во все магазины уже пришла осень. Безусловно, ранняя осень. Сейчас же коллекция делится на несколько поступлений. А загляну я сегодня в магазин, который, видимо, называется Journal Standard. В Японии, конечно, название будет произноситься с японским акцентом. Возможно, будет звучать как Journal Standard. Это локальный бренд, который входит в огромный местный холдинг. В первую очередь, очень много разных брендов одежды. Есть мебель, рестораны, даже студии йоги или спортзалы. В Японии нет магазинов таких брендов масс-маркета, как Uterkoe и Massimo Dutti. Здесь эту нишу плотно занимают местные бренды, многие из которых тоже принадлежат этому холдингу. Это действительно большая компания с огромной сетью магазинов по всей Японии. Вполне возможно, что они сыграли не последнюю роль, что вышеупомянутые европейские компании не пускают на японский рынок. Но это лишь мое предположение. Давайте лучше посмотрим на одежду. Первое, на что я обратила внимание, это футболки и свитшоты с надписью в стиле американских колледжей. Свитшот сегодня женится с любой одеждой. Я подобрала вот такую юбочку. Это еще летняя коллекция, но такие сочные осенние цвета, что на осень может быть хорошо. Еще в этом небольшом магазине было достаточное количество клетчатых жакетов. Первый был больше классический, этот очень оверсайд, со спущенными плечами и широкой спиной. Очень милая сумка-торбочка. Все рубашки здесь тоже были объемные. Актуальны сейчас удлиненные рубашки. Это, конечно, уже платье-рубашка, но под удлиненной рубашкой я имею в виду, что раньше оверсайз был больше вширь, а сейчас я стала замечать, что они не столько очень широкие, сколько длинные. Здесь фасончик, конечно, летний, но цвета и плотная ткань все для осени. Одна и та же ткань на блузки, юбки и на платье. В Японии никогда не боялись монохрома. И одинаковый принт сверху и снизу тоже носит без проблем, но принт должен быть не броским, конечно же, а классическим. Клеточка, полосочка, горошек. Тот же самый дизайн, но другой цвет. Мне, кстати, он нравится больше. Приглушенный бутылочный тон. Это основной. Есть белая полоска и очень тоненькая полоска, возможно, цвета фуксии. Сентябрь – это месяц очень теплый и летний в Токио, поэтому я даже решила приложить к себе это платье. Японские платья очень часто коротковаты, так же, как и брюки. Сейчас, покупая через интернет, я всегда смотрю рост модели. Раньше не обращала внимания и часто получалось так, что мне кажется, что платье будет длинным. Приходит мой заказ, и получается, что платье мне до колен. Конечно, смотрится уже по-другому. В особом риске японские платья, длина которых должна быть до середины икры. На 90% они будут смотреться на нас короче, и выглядит это уже очень иначе. Осенний вариант блузок с рюшечками, осенние цвета. И рюши скромнее летних. Видео немного, но на самом деле очень много подобных футболок с фоторисунками. И подобные футболки, так же, как и свитшоты, сегодня можно сочетать с чем угодно. И еще одна белая удлиненная рубашка. Здесь есть аккуратный и тонкий акцент, то, что полочка, передняя полочка, надеюсь, что это называется так, была выполнена из ткани, несколько иной по фактуре. Трикотажный комплект на манекене запал мне в душу. Очень, наверное, удобно для осенней прогулки. На брюках тоже есть маленькая интересная деталь. Это разрез внизу. Куда, кстати, подойдет футболка практически любого цвета. У трикотажного комплекта очень приятный горчичный цвет. И мне кажется, отлично будет смотреться и с фасильковым, и с фуксией, и с ярко-желтым. В этом бренде в основном повседневная одежда. На манекенах в спортивном стиле была межсезонная полоска. В первый месяц осени она смотрится ничего. Ну а дальше как-то уже не по сезону, я думаю. Комплекты и образы с этих манекенов точно будут гулять по улице. Твидовый жилет оверсайз, блузка с широкими рукавами и брюки-клеш. Был точно такой же, но уже жакет из Твида. Вещь на манекене и на полочке сравнивать, конечно, сложно, но я голосую за жилет. Еще один вариант черного жакета. Здесь в сочетании с длинной стеганой юбкой. Тут же были и стеганые куртки-рубашки, которые активно продаются в Токио уже не первый сезон. Еще одна любимая японская комбинация, но на этот раз зимний вариант. Здесь сарафан уже с водолазкой, а не с футболкой. Это молодежный вариант, ну я так считаю. А внизу предлагались полу-лоферы, полу-осенние сандали. Честно говоря, не знаю, как называется эта обувь. Выглядит неплохо, но есть риск, что на большой ноге будет смотреться мужиковато. У меня все время есть опасения с подобной обувью, и я предпочитаю такую обувь точно мерить. Еще я обратила внимание на этот костюм. Снова двубортный пиджак. Брючки свободные с защипами, а внизу у брюк резинка. Снова маленькая деталь, и сразу костюм становится нескучным. Сюда же можно надеть вот такую футболку в тон. Этот же комплект был и в другом цвете, но сразу скажу, что первый цвет мне понравился гораздо больше. Такой же двубортный удлиненный пиджак, такие же брючки с резинкой внизу. А футболку на этот раз можно взять белую, но выглядит не так эффектно, правда? Пару манекенов напоследок, и, к сожалению, я буду выходить из магазина. На выходе привлекли, мое внимание, две эти сумки Toad. Вроде бы ничего особенного, но что-то в этом есть. Большая стоила 290 долларов. Сумка поменьше 220, и обе сделаны в Японии. И цвет мне очень понравился. Еще мне кажется, что ранней осенью будут актуальны подобные шлепанцы а-ля Беркинштуки, и желательно, чтобы была меховая отделка. Еще две сумки простые, минималистические, тоже японский бренд, но эти были сделаны в Китае. И на этом шоппинг-тур закончился. Сегодня я отлично погуляла в магазине, никого из покупателей там не было, была только я одна. Так что я теперь не исключаю разные шоппинг-туры в своих видео. На сегодня у меня все, прощаюсь с вами. И завершаю я это видео зеркальным кадром. В начале видео у меня тоже был японец, японский мужчина с собачкой. И вот еще один обоих я встретила сегодня. Держу камеру всегда наготове, чтобы ловить такие атмосферные кадры. На сегодня все, пока, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok